В эфире программа «Кто в доме хозяин?» Все, что нужно и важно, знать о жилищно-коммунальной сфере. Сегодня в нашем выпуске. Планов громадье. На традиционной планерке в департаменте ЖКХ с коммунальщиками говорили о долгах, грядущем отопительном сезоне и реконструкции Самары. Годы честного труда. За пять неполных лет два умирающих дома ТСЖ «Победа» превратились в успешных. И чемпионат мира, и отопительный сезон. Как коммунальщики Самары справляются со своими обязанностями на фоне масштабных преобразований городской инфраструктуры. И как заставить их работать активнее. Подготовка к очередному отопительному сезону в самом разгаре. В этом году в Самаре она совпадает с масштабной реконструкцией, которая продолжается сразу в нескольких районах города. На традиционной планерке в департаменте ЖКХ представители ресурсоснабжающих организаций отчитались о ходе ремонта подготовительных работ. По новым у нас когда-либо должны по ордеру ждать? На прошлой неделе, там в силу ряда причин, я знаю, там техника какая-то сломал трубовоз, значит, вовремя не выставили знаки. В результате машины вынуждены были объезжать по газону. Газоны стоптали. Сейчас готовим изменения в акт, но установили благоустройство, чтобы они устанавливали тут, в том числе и тот газон. По срокам, срок окончания работ подлочит согласно играть 31-го сентября. Переступили, перевели на смонтированный трубок, ты говоришь, или нет? Перевозим, сегодня-завтра. Так, сегодня или завтра? Нет, ну сегодня-завтра, там подкорительная работа, там длинная работа. Чтобы жителей не отключать, мы, соответственно, там немножко на два дня предведи работу, сейчас еще на 18-й камере надо доделать. Это Гайя Панова. И, соответственно, завтра уже полностью перейдем на эту смонтированную трубу. Предупредили коммунальщиков о грядущих планах реконструкции городских дорог. Делается это для координации усилий дорожных и коммунальных служб, чтобы все коммуникации менялись согласованно. Где здесь? В ТГК слышат, потом газовики тоже слышат. Что в Волске проспекта Максима Горького, телефонисты, в следующем году встает в капитальный ремонт. И в полном объеме будет отремонтировано в данной ситуации дорожное полотно. Там, где нет еще плитки, будет тротуарная плитка и тому подобное. Сейчас, говорим, все колодцы, все коммуникации ставьте в ремонт, устраняйте. Я точно еще раз повторяю, с апреля месяца никто не подойдет ни к Максиму Горького, ни к Волскому проспекту. Сегодня проекты, мы будем торговать в конце года эти улицы. Принимайте меры. Не будет скрытия. В ваших сегодня интересах, в ваших планах все переформатировать то, что у вас есть в 2016 году. Шел на планерке и разговор о долгах коммунальщиков перед ресурсоснабжающими организациями. По традиции, в лидерах среди должников, управляющей компанией, работающей в Красноглинском районе Самары. Почему у вас? Сколько вы с УТЭКом не рассчитываетесь? Мы рассчитываемся тихонько. На данный момент... Куда деньги дели? За деньги. Где вы? Сколько вы? Какова задолженность? На данный момент... Задолженность, скажите. 11 миллионов, это период задолженности при 100 человеках. С марта месяца. С марта месяца. Почему вы эту задолженность с марта не погасили по июль месяцу? Большие платежи населения. Какие большие? Сколько? Получилось то, что спорные дома были, пока суды все кончились, шли двойные квитанции. Какое-то население оплатило... Какое-то? Население какое-то не бывает. Население, которое есть, такое есть. Поплатило часть в Содружество мой дом, нам не платят. А часть вообще не платят, ждут, когда все эти разборки кончат. Сейчас разборки кончат, сейчас у Содружества мой дом... Когда разборки закончились, как вы говорите? Буквально где-то в мае месяце. Ну, в мае? Июнь, июнь! А, за два месяца можно было... Разрешно. Население перепуганное, все было, все это ажиотаж было. Они просто приходят квитанцы, они просто тупо говорят, не будем платить, пока не разберутся. Вот сейчас разобрались, ведется нормальная работа с населением. Немножко начали платить, пошли платежи, соответственно, и мы тоже стали перечислять. Зачем пришли на этот рынок? Воровать или работать? Нет. Если работать, как погасить долг, рассказывайте, идите в банк, берите кредит, гасите задолженность, собирайте деньги с населения и гасите кредит. Это нормальная схема работы в любых бизнес-структурах. Если вы пришли, если вы так не хотите работать, вы знали, что население платит по одной двенадцатой или по одной седьмой. Это ваша проблема, выстроить ваши финансовые отношения, если вы пришли на этот рынок. Все остальное от лукавого. По словам руководства администрации Самары, совсем скоро порядок расчетов с ресурсниками отрегулируют на законодательном уровне. Платежи ресурсников, они должны быть на либо яркой цели, они должны уходить напрямую по расчетным счетам сразу к ним. Законодатель сегодня идет по тому пути, как мы начали делать сегодня муниципально-автономное учреждение. Пожалуйста, вот вам вопрос всех, потому что если будут понятны правила игры для всех, если кто не захочет работать по этим правилам, ну значит он пришел на этот рынок воровать. Другого я не скажу. Мы продолжаем рассказывать об образцово-показательных ТСЖ Самарской области. Это товарищество объединяет две девятиэтажки, 14 подъездов, 35 тысяч квадратных метров жилья, на которых живет полторы тысячи горожан. Мы выясняли, как удалось навести порядок в этом беспокойном хозяйстве. Две самарские девятиэтажки, 4-подъездный дом номер 14 на проезде 9 мая и 10-подъездный дом номер 1 переулки Карякино объединились в ТСЖ в 2008 году. Становиться хозяевами в собственном доме, вспоминают сами жильцы, было очень непросто. Конечно, было трудно, очень трудно, потому что мы откалывались от управляющей компании, ну сами понимаете, как тяжело отколоться от нее. Ну, было, конечно, много всяких подводных камней. В декабре 2010 года управляющим в ТСЖ Победа стал Виктор Михайлович Корбовец. Те времена вспоминает с улыбкой. Дело в том, что с образованием ТСЖ чудо не произошло, и состояние домов оставляло желать лучшего. Первые мои шаги, что я сделал, это поехал, купил 4 пары сапог, потому что в подвал нельзя было зайти, там, по колено воды. Аварии у нас, особенно в 2011 году, вот где-то с февраля по апрель, ну через день случались. То по отоплению, то по горячей воде. Авария за аварией. Значит, самую первую работу, которую мы делали, заменили магистраль горячей воды вот по этому дому, 9 мая и 14, на новую трубу. Правда, на стальную. Ну вот уже пятый год она пока держит. За эти 4 года заменили магистральный трубопровод холодной воды на Корякина-1, горячей воды вот на 9 мая, разводку всю заменили. И уже третий год начали переходить внутреннюю разводку по подвалу горячей воды и холодной воды на полипропиленовые трубы. И в этом году сделали магистральный трубопровод холодной воды по 9 мая 2014. Тоже перешли на полипропиленную трубу на 110 размер. Сразу проблемы ушли. То есть не сглазить бы за последние два года у нас крупных аварий по магистральным трубопроводам не было. Работу, проделанную в ТСЖ, без преувеличения можно назвать титанической. Ведь, по сути, капитальный ремонт инженерных коммуникаций, о которых так спокойно говорит Виктор Михайлович, велся на фоне серьезных проблем. Дело в том, что кое-кому из жильцов надоели коммунальные проблемы, а не попросту перестали платить за услуги. Порядок приходилось наводить на всех фронтах. Мы в том году провели где-то 13 судов. То есть как только у человека задолженность больше 50 тысяч, мы сразу в федеральный суд иск, все суды, естественно, в пользу ТСЖ. Из них, значит, из этих где-то процентов 60 люди проплатили. Кто-то пришел, значит, проплатил половину, написал, значит, это соглашение с ТСЖ, написал график погашения задолженности. Люди, конечно, видят работу. Если все хорошо, если чисто в подъезде, чисто во дворе, вовремя, значит, нет перебоев ни с водой, ни с отоплением, ни со светом, то люди и платежеспособность у них повышается. Жилая площадь двух домов, которые находятся в управлении Виктора Михайловича, превышает 35 тысяч квадратных метров. На них живет полторы тысячи горожан, население небольшого поселка. Чтобы держать в порядке все это, прямо скажем, беспокойное хозяйство, товариществу приходится содержать целый штат сотрудников. На сегодняшний момент штат ТСЖ у нас составляет 14 человек. То есть три слесаря, которые работают круглосуточно, посменно. Газоэлектросварщик в день работает, электрик на полной ставке в день работает, значит, три дворника, три уборщицы подъездов, паспортист, главный бухгалтер и управляющий. Параллельно с капитальным ремонтом товарищество поддерживает чистоту в подъездах. ТСЖ «Победа» заботится не только о территории, примыкающей непосредственно к жилым зданиям, но и о сквере имени Чехова, куда выходят окна домов товарищества. Да и о текущих заботах тут не забывают. Например, о том, что не за горами отопительный сезон. Мы подготовку начинаем сразу после завершения отопительного сезона. Вот где-то с числа 20 мая мы уже начали проводить профилактические работы. Так как у нас 14 теплоузлов, 14 подъездов, за каждым следствием закреплены свои подъезды, свои теплоузлы. И они отвечают. То есть на сегодняшний момент мы все теплоузлы уже работу провели. То есть где задвижки такие не держали, заменили, покрасили, грызовики почистили, стейки промыли с компрессором, с холодной водой. Дотошный зритель спросит, а откуда у товарищества средства на все эти преобразования? Ответ прост. На текущий ремонт и содержание ТСЖ «Победа» собирает каждый месяц 5 рублей 32 копейки с квадратного метра. В год получается свыше 2 миллионов рублей. На эти средства и обновляется жилье. Достаточно внимательно изучить ежегодную смету на проведение работ и отчет по выполненным работам, чтобы убедиться. На 2 миллиона собираемых за год на благо собственников можно сделать очень многое. Например, оптимизировать расход коммунальных ресурсов в доме. Поставили за свой счет счетчики на холодную воду, на горячую воду, на отопление, на электроэнергию, на лифты, на МОП. Все за свой счет. И, естественно, у нас затраты ресурснабжающим организациям уменьшились. Если мы раньше водоканалы платили там где-то порядка 230 тысяч в месяц, то есть сейчас мы платим 150-160 тысяч. То же самое за электроэнергию. Платили 90 тысяч, сейчас платим где-то 25-30 тысяч. Главное, говорит Виктор Михайлович, честно выполнять свою работу. Кстати, его контролирует правление и ревизионная комиссия, которая выбирается из состава жильцов. Они требуют отчета за каждую копейку. В результате жильцы работы и товарищества довольны. Мне кажется, отлично работает. Нормально. Мы все довольны. Всегда все нормально. С каждыми вопросами он к нам. Мы обращаемся, он нам отвечает. Нормально. Я живу три года здесь, да? И вот за три года, например, управляющий Виктор Михайлович сделал очень большую работу. Утеплил у нас стены, срели, видите, с торца. Утеплил. Подъезды все ремонт сделал. Лавочки все обновил. Все трубы, ограждения сделал. Асфальт заменил. Я могу целый час перечислять, что Виктор Михайлович сделал. Кстати, работа, проделанная в ТСЖ «Победа», не осталась без внимания. В прошлом году на конкурсе «Лидер ЖКХ» товарищество вошло в число победителей. И это, говорит Виктор Михайлович, заслуга всех жильцов. Программа «Кто в доме хозяин» продолжает следить за ситуацией в жилищно-коммунальной сфере. Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, если вы не можете достучаться до своей управляющей компании или недовольны работой ТСЖ, пишите нам на электронную почту. До встречи ровно через неделю на телеканале «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин